Всем привет! Меня зовут Оксана Сердечная, я агроном и вместе с компанией Кодачник я научу вас выращивать шикарные урожаи без использования химии. Напомню, что каждый месяц я знакомлю вас с культурами, которые представлены в их фирменном агрокалендаре и в марте к посеву рекомендованы томаты. Поэтому сегодня я вам расскажу, как правильно посеять томаты, как ухаживать за всходами и как вырастить здоровую крепкую рассаду без использования химии. Ну, конечно, препараты этой Кодачника нам в этом помогут. Томат, который мы с вами сегодня посеем, это гибрид Катя. Какие преимущества имеет этот гибрид перед другими томатами? Дело в том, что он очень ранний и подходит для позднего посева. Как раз конец марта идеальное время для того, чтобы томат не перерос в рассаде. От сходов до плодоношения в среднем требуется где-то 75-80 дней. Томат это детерминатный, то есть низкорослый, в среднем где-то до полутора метров высотой. Он подходит и для открытого грунта, и для теплиц. Что еще характерно именно для этого гибрида? Дело в том, что томат этот устойчив к различным заболеваниям, к альтернариозу, к вирусу томатной мозаики, толерантинг к фитофторозу, а также не подвержен вершинной гнили. Очень хорошо и дружно созревает. У него очень высокая урожайность. Плоды плоскоокруглой формы где-то 130-150 грамм. Для посева нам понадобится емкость глубиной до 10 сантиметров. В ней наши томаты будут расти до появления 2-4 настоящих листьев. Заполняем емкость заранее подготовленным грунтом. Как готовить грунт я рассказывала в прошлом ролике. Семена на полчаса я замачиваю в водном растворе живого удобрения, чтобы простимулировать их всхожесть и ускорить прорастание. Маникюрной палочкой делаем бороздки в грунте глубиной где-то полсантиметра. В них мы будем располагать наши семена. После замачивания переносим также палочкой семена в подготовленные бороздки. Не заглубляя их, можно бороздки предварительно смочить. Затем равномерно все присыпаем землей. Также маникюрной палочкой можно работать. И немножко прижимаем рукой. Обильно поливаем. И для сохранения температуры и влаги накрываем сверху пакетом. Контейнер с посевами необходимо разместить в теплое место. Температура для прорастания томатов должна быть 23-25 градусов. После того, как появятся первые петельки наших сходов, целлофан с емкости мы снимаем и отправляем на досветку наши томаты. В среднем досветка должна составлять не меньше 12-14 часов. Пикировку наших томатов необходимо проводить на стадии появления 2-4 настоящих листьев. Рассадку лучше проводить в емкости объемом 0,4-0,5 литров. Слишком большую емкость лучше не использовать. Тогда корневая система и надземная часть будут развиваться равномерно. От момента всходов до пикировки рассаду можно ничем не подкармливать, если вы подготовили хороший питательный грунт. Как я показывала в предыдущем ролике при посеве земляники. Он является универсальным для всех культур. Если наши всходы развиваются медленно, если они чахлые, то можно применить живое удобрение раз в неделю под корень или по листу. Также его можно использовать и после пикировки рассады, для того, чтобы питание, которое заложено у нас в почве, которое мы вносили при замесе грунта, биогумус или какие-то комплексные долгоиграющие удобрения, для того, чтобы они как можно быстрее начали усваиваться корневой системой и растением в целом. Живое удобрение очень хорошо в этом помогает. После пикировки рассады нам необходимо, чтобы она начала развивать очень хорошую и мощную корневую систему. Чем сильнее корневая система, тем больше питание из почвы будет поглощать наше растение. Поэтому я рекомендую, начиная с 10 дня после пикировки, применять ГРУХЕЛП Укоренитель. В нем содержатся бактерии, аминокислоты, полисахариды, стимуляторы роста, которые позволят нарастить очень хорошую и мощную корневую систему, а также макро- и микроэлементы в филатированной форме, которые дадут необходимое питание как раз для развития как корней, так и надземной части. Я рекомендую чередовать ГРУХЕЛП Укоренитель вместе с живым удобрением, потому что именно живое удобрение помогает всем элементам питания, находящимся в почве, очень быстро усваиваться растением. То есть это как проводник к лучшему и быстрому усвоению любого питания. После того, как мы высаживаем рассаду в открытый грунт, нам необходимо, чтобы она хорошо прижилась, с наименьшим стрессом, чтобы быстро пошла в рост. Поэтому ГРУХЕЛП Укоренитель мы продолжаем давать также с интервалом раз в 7-10 дней. Когда на томатах появляются первые цветы и завязи, мы начинаем кормить его удобрением с повышенным содержанием калия. Для этого нам идеально подойдет удобрение ГРУХЕЛП Овощи. В составе здесь различные бактерии, макро-микроэлементы в филатированной форме, аминокислоты, поллисахариды и янтарная кислота. Все это обеспечивает сбалансированное питание, формирует крепкий иммунитет, устойчивость к патогенам. И, конечно, дает возможность растению сформировать хорошие крепкие кисти с плодами и возможность этим плодам накопить как можно больше полезных веществ, витаминов, которые мы с вами потом съедим. Друзья, ну и самое главное, для того, чтобы нам получить шикарный урожай, здоровый и полезный, нам необходимо, чтобы наши растения были здоровы. Поэтому я рекомендую после высадки рассады в открытый грунт раз в 10 дней, 2 недели проводить профилактику от болезни. Для профилактики идеально подойдет биозащита от болезни. Друзья, ну и, конечно, главный залог успеха при выращивании абсолютно любых культур это регулярные обработки. Поэтому не забывайте ухаживать за вашими томатами, не забывайте их кормить, не забывайте делать профилактику от болезней и вредителей. И томаты ваши обязательно отблагодарят вас шикарными урожаями. Ну а я вместе с икодачником вам в этом помогу. В сезон я также буду вам рассказывать обо всех обработках и подкормках на своих томатах, точнее на тех, которые мы сегодня посеяли. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы их всегда можете задать в комментариях. Друзья, желаю всем удачи, хороших дружных всходов и здоровой рассады. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!